Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Всем, кто настроен на волну 101.0 или слушает нас в интернете на сайте eho.kirova.ru Доброе-доброе утро! Меня зовут Владимир Сметанин. Надеюсь, что у вас всё сегодня в порядке. Вы выспались хорошенько, как дети, так и взрослые. Никаких недобрых вестей у вас с утра не прилетало. Если у вас есть, имеются большие, ну или не слишком большие планы на день, то желаю вам их успешной реализации. На часах 10.07. Это детская познавательная программа «Открывашка». И прямо сейчас представятся мои соведущие. Или я их соведущий. Давайте. По порядку. Я первая? Да, ты первая. Я Софья Занько из Вятской гуманитарной гимназии. Мне 11 лет. Дальше. Миша. Меня зовут Голиков Миша. Я из Вятской гуманитарной гимназии. Мне 11 лет. Здорово. И у нас сегодня новичок. Представляйся, пожалуйста. Меня зовут Винокуров Федор. Я из Слободского. Был у лицей номер 9. Мне 11 лет. Из Слободского приехал сегодня, Петь. Ничего себе. Преодолел такой большой маршрут, расстояние для того, чтобы поучаствовать, попробовать свои силы в качестве ведущего в программе «Открывашка». Во сколько ты встал? Во сколько ты сегодня встал? Где-то около половины восьмого. Так поздно. Ну, не слишком рано. А сколько лет тебе? 11. 11. Как ты учишься? Расскажи. Начальная школа прошла отлично. Дальше всё идёт нормально пока что. Нормально. А чем увлекаешься? Чем увлекаешься? Музыка, спорт или что-то ещё? Увлекаюсь футболом. В качестве... Ну, не то, что я играю в футбол, а просто... Да. Судья? Смотрю футбол, увлекаюсь боксом, историей российского государства. И люблю слушать музыку, без разницы какую, и так далее. Ага, ясно. А как у вас с русским языком дела обстоят? Хочу сразу спросить. В школе имею в виду. К сожалению, нелюбимый предмет, потому что я всё-таки люблю английский и французский больше, чем русский, потому что очень трудно в нём не запутаться. А какая всё-таки оценка-то по русскому языку в школе? По русскому у меня твёрдая четвёрка всегда была, но по остальным другим языкам всегда пятёрки. А что тебе, Соня, в русском языке так не нравится, что у тебя ни четвёрка, ни пятёрка? Ну, не столько не нравится, сколько, возможно, я не стараюсь, потому что на английский я всегда иду очень оптимистичная, мне очень нравится там заниматься, особенно с моим новым учителем. А на русский, когда я иду, я всегда вялая ненавижу просто русский. Ну, может быть, изменится ситуация, может быть, изменится твоё отношение всё-таки к русскому языку после нашей сегодняшней программы. Миш, как у тебя? У меня русский один из любимых предметов. Один из любимых, ну и, соответственно, пятёрка, да? Пять-четыре. Пять-четыре, ну это нормально. Петь, как у тебя с русским языком? С русским языком у меня стоит куда проще, чем с математикой, потому что... Насколько проще? Мне хочется в оценочном выражении всё-таки его слушать. Пятёрки, четвёрки. Пятёрки, четвёрки. Да. Ну, сегодня ведущая программа «Открывашка», в общем-то, хорошая в плане знания владения русским языком, надо сказать. Почему мы об этом сегодня будем говорить? Потому что у нас за плечами огромное количество уже программ «Открывашка», да? Много-много мы с вами провели. И, наверное, не поговорили, ну, пожалуй, о самом главном, о том языке, на котором мы говорим. Мы вот произносим слова, да, формулируем, составляем предложение, как-то даже не задумываемся. У нас как-то это само собой получается. И всё-таки хотелось бы о русском языке сегодня поподробнее поговорить, о его истории, о тех новых словах, которые появляются с течением времени. И разбираться нам во всём этом сегодня будет помогать филолог, доктор филологических наук, профессор Людмила Калина. Людмила Викторовна, доброе утро. Доброе утро. У вас-то какая оценка была в школе? Отлично. По русскому языку. И по русскому, и по литературе были пять лет. И поэтому вы выбрали эту такую стезю, этот путь? Не только по этому. Дело ещё было в наследственности. У меня и папа, и мама тоже были специалистами по русскому языку. Поэтому у меня, так сказать, всё предопределено. Давайте поинтересуемся у ребят, у ведущих открывашки. Вы какие-то модные словечки употребляете в своей речи? Как вы общаетесь со своими сверстниками? Я учусь в связках гуманитарной гимназии. У вас там запрещено? Нет, не запрещено. Никогда не было. Просто, когда мы говорим какие-то словечки, типа спасет и спасибо, но никто не понимает. Поэтому мы говорим полными предложениями. И вот таких типа сленгов у нас... СПС. Да, спасет. Типа у нас такого нету, никогда не было в классе вообще. Кстати, Людмила Викторовна, сокращение слов – это одна из тенденций современных? Это скорее связано с речью. Из-за чего это происходит? Это речь интернета и мобильного общения. Такие сокращения пошли из-за того, что, например, отправляя СМС, вы должны экономить количество символов. Ну и отсюда все вот эти СПС и прочие сокращения. Просто чисто технический такой аспект. Это нормальное. А потом перешло до жаргона интернета. В своем месте это нормально. Миша, ты с твоими друзьями как общаешься? Нормальным русским языком. Нормальным русским? Литературным? Да. А что такое нормальный русский язык? Поясните, пожалуйста. Да, вот это тоже вопрос. Очевидно, наши слушатели имеют в виду литературный русский язык, то есть образцовую форму национального языка. Ту, которая закрепилась в произведениях наших классиков, писателей и поэтов, чьи нормы отражены в словарях, так называемых средствах кодификации. Ну, если наши соведущие пользуются именно литературным языком, я могу за них только порадоваться. Другой вопрос, что я не уверена, что все наши слушатели говорят исключительно на литературном языке. И, в общем-то, я считаю, что они не должны говорить всегда на литературном. Всему свое время, всему свое место. Ну, я думаю, что можно сейчас проговорить все-таки, назвать имена, фамилии тех людей, писателей, которые сформировали современный русский литературный язык. Ну, мы чуть позже об истории, конечно, поговорим, но все-таки давайте сразу вот. Ну, современный русский язык, как известно, это язык от Пушкина до наших дней. То есть от начала XIX века? Да, примерно так. Ну, и особую роль сыграл именно Александр Сергеевич Пушкин, в произведениях которого оказалась найдена та грань, такая гармоничная, между, например, церковно-славянской лексикой, такой старой, известной. Тяжеловесной такой. Да. И, например, простонародной, между русскими словами и заимствованными. Пушкин не ставил себе целью, да, вот как-то гармонизировать русский язык, но в его произведениях так само получилось. Вот это, наверное, из причин того, почему он гениальный наш поэт, вот почему мы до сих пор отдаем ему должное, как создателю, в том числе и русского литературного языка. Пушкина любите, ребят? Помните что-нибудь наизусть? Да. Помню. Например? Няня. Учили в школе. Няня, да, няня недавно учили. Улкоморья, дуб зеленый. Улкоморья, дуб зеленый, золотая. Вот я, кстати, до сих пор не помню, вот до конца прям, чтобы какие-то точно там мелочи забываю. Ну, письмо Татьяны Конегину, Онегину, Антоктяне вы еще не учили. Вы у вас еще впереди. Сейчас изучаете вы в школе? Да, конечно, Евгений Онегин, да, входит в школьную программу. Петя, а у тебя как складывается общение с друзьями, со сверстниками? Употребляете какие-то интересные, модные словечки? Мы вот в основном всегда почти общаемся вот на таких словечках, потому что у нас никто этому особого внимания не уделяет. Ну, у нас там многие СПС разные. СПС ничего не понимают. То же самое. У нас более такие ребята... Грубые? Ну, не то что грубые, как сказать. Современные, и они там почти все вот эти слова... Потом такие слова употребляют, которые даже там некоторые из нас не понимают. И, ну, а как все... Да, например. Точно не помню, но там разные... А как это происходит вообще? Вы сами выдумываете эти слова или кто-то их заносит, приносит к вам? Да, это в основном слушание современной популярной музыки, там клипы, ну и там большинство таких словечек современных есть, поэтому их и используют в основном. Ясно. Весь тем время-то у нас бежит. Я предлагаю сейчас Людмиле Викторовне задать первый вопрос нашим слушателям. 211-101. Кстати, сегодня звонки принимает один из ведущих открывашки Дима Рябов. Дим, привет тебе. Давай там поответственнее. Принимай звоночки. 211-101. И сейчас Людмила Викторовна озвучит вопрос первый, а Соня... Зачитаю призы. ...озвучит призы. Давайте вопрос. Так, ну мой первый вопрос будет своеобразной разминкой для знатоков русского языка. Поставьте, пожалуйста, слово «дитя» в форму творительного падежа единственного числа и творительного множественного. То есть слово «дитя» в единственном и множественном числе творительного падежа. Творительный. Так, подскажите, это какой вопрос задается? Творительный падеж. Это какие вопросы он отвечает? Творительный падеж. Кем, чем. Кем, чем. Совершенно верно. То есть «дитя» единственное число в творительный падеж, пожалуйста. И во множественном. И во множественном. Кем? Чем? Очень интересный вопрос. Так, давай, Соня, озвучивай призы. Энциклопедия «История России» для читателей от 6 лет. Энциклопедия «Великие сражения» для ребят от 6 лет. Энциклопедия «Лошади и пони» 6+. Евгений Вельтистов-Гумгам для читателей от 6 лет. «Щелкнутчик» и другие классические сказки 6+. Ольга Калпакова-Бука Бяка 6+. И приглашение. Приглашение на две персоны на спектакль «Кот в сапогах». Приглашение на две персоны на спектакль «Машенька и Медведь». Приглашение на музей истории мороженого Арктика. Приглашение на двоих в кота-кафе «Зуки». Приглашение на двоих в батутный парк «Марё». И приглашение на двоих на посещение собачьей деревни Махнатия. Отлично. У нас еще есть звонок. Я всех ребят, которые сегодня будут звонить, сразу же предупреждаю. Дабы не терять время, вы выходите в эфир, говорите, как вас зовут, сколько вам лет, в какой школе вы учитесь, и дальше начинаем общаться. Давай, Петя, общайся с нашим слушателем. Привет, говори. Привет, Дима. Нет, Дима это принимает звонки. Дима принимает звонки. Алло. Здравствуйте. Рита, представься, пожалуйста. Может, я первая? Я зовут Рита, я учусь в 70-й школе. Ну все, мне 14 лет. Итак, напоминаем вопрос. Людмила Викторовна, напомните. Поставьте слово «дитя» в творительный падеж единственного и в творительный падеж множественного числа. Ну-ка, Рита любопытно будет послушать. О ребенке, о детях. Наверное, так. Нет, именно «дитя» слово. Дитя. И потом, о чем у вас, извините, нетворительный падеж прозвучало? О дитях. Нет, нет. Смотри, говорю о детях, это предложный падеж. А любую с кем, чем, это творительный падеж. Кем, чем, дитя. Единственное и множественное число. Ну давай, варианты, не стесняйся. Не бойся, это ж просто, наверное. Хотела сказать. Рит, попробуешь? Говорю о детях. О детях говорю. Это все предложенные. Да, ты вот сейчас только предложенные называешь. Не о ком, чем, а о кем. Чем, любуюсь кем, чем. Рит, давай возможность дадим еще другим ребятам дозвониться. Если тебя осенит внезапно, ты снова звони. 211-101. Ждем ответа. О детьми, может быть. Еще раз. О детьми. Детьми это творительный множественный. Да, это творительный. Ну один уже. А сейчас единственное число. Постарайся. Ну, мы правильно. На один-то ответили вопрос? Да, на половину вопроса ответили. Творительный множественного, да. Ну, Рита. Дитё. Нет? Нет. К сожалению, это неправильно. Ну, что будем делать-то? Ну, половина-то вопроса. Господа ведущие, решайте. Потому что все-таки она... Отпускаем Риту без приза или с призом все-таки? Все-таки это второе как-то. Ну, давайте вместе все. Ну, давайте сами подскажете. У вас какие варианты? Давайте. Не будем Риту отпускать. Ну, давайте дадим все-таки что-то. На половину вопроса ответила, да? Да. Ну, по вопросу нам. Петя, у тебя есть варианты? Дитёй. Дитёй? Дитёй. Угу, есть дитёй. Увы, нет. Отвечайте правильно уже. Дитятий или детятию. Дитятий. Дитятий. Или детятию, представляете? Да, это слово с особым склонением. В единственном числе появляется суффикс «яд» во всех падежах, а во множественном это «дети», «детей» и так далее. Ну, поэтому «детьми» было отвечено правильно, а «дитятий» надо знать, наверное, да? Ну, я думаю, что сегодня мы сделали открытие и запомним, да? Да, ну, потому что это трудно, хорошо. Дитятий звучит как некая шутка как-то, да? Нелепо как-то звучит, но на самом деле это правильно, по-русски. Запомнили? Ты ещё с нами? Запомнили? Да. Хорошо, а ты помнишь призы? Нет. Давай тогда общайся с нашим редактором, с Димой Рябумом. Общайся, он тебе поможет выбрать тот приз, который тебе хочется. Так, мы сказали о том, что интернет, СМС давляет на современный русский язык, на формирование. А что ещё? Какие ещё факторы? Современная культура, массовая культура. Вот, очень часто англо-американская. Да, типа «friend» тоже иногда бывает. Да, очень много англицизмов в современной речи. Вот, многое приходит из рэп, культуры из хип-хопа. Вот, ну и даже интернет-жаргон, интернет-сленг, он тоже во многом зарождается на базе английского языка. На речь переносится, то есть, да? Да, а потом вот в русском языке появляются аналоги или какие-то приспособления. Ну вот, например, когда вам что-то нравится в социальных сетях, вы как показываете, что вам понравилось? Что вы ставите? Ну, лайк ставим. Лайк, да? Это англо-эканское слово. А как переводится лайк? Нравится. Нравится. Лайк. Лайк. Лайк нравится. А если вы на своей странице размещаете публикацию другого автора, это как называется? Репост. Репост, да, то есть, опять-таки, из английского. Но русский язык приспосабливает эти слова под себя, и на базе английского лайк у нас появляется лайкнуть, залайкать. То есть, уже используя нормы, правила русского языка, мы приспосабливаем. По-русски с ними обращаемся. Да, или точно так же репостнуть. Да, вот. Это засоряет наш язык? Если этим злоупотреблять. Злоупотреблять. Да. Вы, ребят, злоупотребляете? Ну, вот я пытаюсь избавиться, например, от слова «мило» и «класс», которые я говорю почти каждый раз, когда мне что-то нравится, или встречаюсь с друзьями, там. Вот. Потому что неправильно, мне кажется, постоянно это говорить. Мило, класс. Бесит иногда. А слово «бесит» не бесит? Бесит. Мне вообще, мне не нравится, когда ребята там, например, начинают что-то говорить, что просто непонятно, но они считают, что это как бы, как будто бы они современные, знают больше слов, чем мы, но вот это не нравится все, конечно. Давайте следующий вопрос нашим слушателям зададим. Кто будет задавать? 211-101, номер нашего телефона. Давайте с Миши начнем. Откуда пошло выражение «водить за нос»? Выражение «водить за нос». Мы чуть позже поговорим поподробнее о пословицах и поговорках, крылатых выражениях. Ну, а прямо сейчас дозвоните и ответьте. Откуда пошло выражение «водить за нос»? Ну, вы значение-то его знаете? Да. Ну, можете пояснить. «Водить за нос», «обманывать», «хитрить», «лукавить». Да, что такое? Листить. Ну, а, собственно, конкретно… Нет, лезть – это не то, это типа… лезть – это более другое значение. Лезть? Ну, лезть – это, да, это типа льстить о каком-либо… А, нет, конечно, безусловно, конечно, другое значение. Звоните 211-101, можете использовать некие подсказки, подключайте своих родителей, бабушек, дедушек. Гугл вам в помощь. Гугл вам в помощь, да. В Википедии. Загуглите там. Ищите, откуда пошло выражение «водить за нос». А, кстати, да, про слово «бесит», да, ты сказала? Да, вот. Почему оно стало так популярно в последнее время? Потому что нас много что бесит. Ну, можно же использовать другие слова. Да, ну что, типа «злить», «раздражай», «злить». Да, «раздражители». Просто иногда, когда «раздражать» – это же довольно длинное слово. Вот поэтому я вот и против сокращений, но иногда, как вы сказали, что они нужны в мире. Вот, там, например, говорить «раздражитель», «раздражает». А можно ведь заменить это другим словом, хотя это и всегда неправильно, «бесит», например. Есть звонок у нас? Давай, Соня, приветствую нашего слушателя. Привет. Здравствуйте. Представься, пожалуйста. Меня зовут Вика, и я из Кэппла. Кэппл, хорошо. Отвечай на вопрос. Раньше цыгане, они выступали вместе с медведями и оставляли животных делать разные фокусы. И они водили медведей за кольцо, продетое в нос. И от этого пошло выражение «водить за нос». Ну что, Миша, правильно? Я вижу, что ты киваешь. Отлично. Хорошо, а ты помнишь «Призы»? Вика, ты большой молодец, да. «Призы» помнишь? Нет. Хорошо, тогда общайся. Тогда с нашим редактором Димой Рябовой общайся. Людмила Ивановна, скажите, вот с развитием технического прогресса, с появлением новых каких-то вещей в нашей жизни, таких слов будет только больше? Я думаю, да. Ну, да, очевидно, как только будет появляться что-то новое, естественно, язык будет это отражать, реагировать. За трендами следят большинство людей, хотя я иногда отстаю от мира, в буквальном смысле. Да, надо быть в тренде, вот есть такое выражение тоже, да. В тренде тоже слово. То есть следить за тенденциями, за какой-то модой. И даже песни выпадают, типа, что в тренде или на стиле вот такие песенки, которые иногда звучат в школе. Вот, и в языке время от времени появляется мода на употребление какого-то слова. Вот, например, это же «бес», это оно не то, что было вообще каким-то неизвестным, да, это довольно старое слово нашего языка. Бес. Да, конечно, вот, но в определенный момент возникает именно мода, она трудно может быть мотивирована, кто-то употребил, остальным понравилось, они подхватили, и слово стало модным словечком, стало в тренде. Да, я как-то помню, что, типа, вот читала статью как раз про это слово «бесит», «бесы», «твои бесы», типа «сердится», «раздражитель», ну и вот тоже вот это его пошло. Так что как бы... Да, это очень яркое, экспрессивное слово. Да, не просто раздражает, а вот очень сильно, да. 211-101, номер нашего телефона, предлагаю задать следующий вопрос. Соня. Я? Да. Хорошо. Какие подростковые сленги вы знаете, можете ли называть парочку, мы вот уже назвали в эфире, вы, может, другие подберете какие-то. Примеры? Да, примеры хотя бы три или четыре. Примеры подросткового сленга. Я думаю, для подростков это просто будет. Хорошо. А давайте сейчас поговорим о том, что такое сленг, кстати. Что такое сленг, что такое жаргон? Вам знакомы эти слова? Да. Слышал, но не знаю. Жаргон. Ну, сленг и жаргон – это близкие понятия. Близкие, по сути. Да, некоторые лингвисты их даже не разграничивают, но обычно принято различать. Жаргон – это в целом обозначение речи какой-то социальной группы. Жаргон бывает, например, армейский или студенческий, или жаргон заключённых. Бывает профессиональный жаргон. А за словом сленг закрепилась принадлежность к молодёжному жаргону. Но сленг – оно английское словечко тоже, да? Конечно, английское, да. То есть речь как раз о молодёжи, подростков – это сленг. Ну и если, может, кто-то уже придумал какие-то сленговые слова, вспомнил, мы могли бы их прокомментировать. Да, этим мы скоро будем песню слушать группы «Несчастный случай», как предложил Мишеголик. Песня в песне называется «Кранты». Что такое «Кранты»? Капец. Да, типа… А это что значит тогда? Да, это же очень трудное понятие. Что такое «Кранты»? «Кранты» – это когда всё, конец, провал. Понятно, смысл понятия. А почему именно это слово? Выступлению «Кранты», например. А вот почему? А тоже есть разные версии. Например, одна из версий гласит о том, что это слово пришло из эстонского языка. И что там похожее по звучанию слова «крунт», как «грунт», да, обозначает «земля» по-эстонски. Ну и если кому-то «Кранты», то есть положение, ну, прямо у земли, или, как говорят, ниже плинтуса, да, вот тоже аналог. Ну, да, «Кранты» – это когда вот провал, да, вот вы прямо на земле и валяетесь, и не встаёте, да, вот это «Кранты». У меня такое бывает в воскресенье. А давайте попробуем приличные синонимы подобрать в слово «кранты». «Кранты», конец, провал. Накрылось медным тазом. Откуда это выражение? Вот прямо сходу не скажу, откуда, да, накрылось медным тазом, но есть специальные словари, в которых можно узнать происхождение, в том числе и жаргонных слов. Эти словари так и называются? Словари сленга? Есть словари жаргона самого разного. Словари жаргона. Да, они есть большие, маленькие, разных жаргонов. Но словарь сленга, правда, есть, я видела его в нескольких магазинах, там вообще такой толстый прям словарь. Можно бесконечно, по-моему, словари сленга выпускать, потому что появляются новые термины, новые выражения, и можно их включать. Я вот, кстати, сегодня принесла один из последних. Это словарь языка интернета.ру, составлен коллективом московских авторов под руководством известного лингвиста Максима Анисимовича Крангауза. И вот тут... Представляете, люди сели, читали интернет, серьезные детки. Да, из 2000-х годов до наших дней они отобрали самые такие яркие интернетские выражения, допустим, я, креветку, лузлы. У нас я-банан обычно бывает. Вот все бывает. Это уже, мне кажется, немножко устарело. Или даже, посмотрите, а вот они говорят, что-то устарело, а что-то еще не вошло в словари, потому что очень свежее. Имхо или Имхо. Да, пожалуйста, посмотрите. Ну, давайте про Кранты-то все-таки композицию сейчас послушаем. Она такая веселенькая, бодрая. Я думаю, что придаст такой особый еще заряд нашей программе «Открывашка». И вашему, уважаемому нашему слушателю, «Утру». Ага, любимая песня Миши Голикова, да, ведущего «Открывашка». Нет, не самая. Не самая любимая. Мне нравится. Просто нравится. А что, бодренькая такая? Вообще, несчастные случаи, они так по-доброму хулиганят всегда. Мне очень по душе. Ну, и слэм тоже используется, как вообще подходит. Выяснили, что это такое, что это ситуация, ситуация все. Без исходности. Да, без исходности. Говорим мы сегодня о русском языке, о новых словах, которые появляются, которые мы используем. Сейчас вот поговорим про историю русского языка. У нас в студии Людмила Калинина, филолог, доктор филологических наук, профессор и ведущий «Открывашки». Меня зовут Владимир Сметанин, Миша Голиков, Петя Винокуров и Софья Занько. Все мы вместе здесь говорим о русском языке. Посмотрите, как за окном красиво, кстати. Отстой. Посмотрите, как за окном красиво. Дождя нету. Вот этот налет свежего, белого снега. Отстой. Отстой? Дождя нету, грязи нету. Что значит слово «отстой»? Очевидно, это негативная оценка. Негативная оценка. Софии не нравится погода. Нет, не нравится погода. А если все-таки попытаться описать все-таки с положительной точки зрения? Наоборот, слякоть была полная. Слякоть еще лучше. Нет, слякоть. Ну, а если все-таки в положительных тонах? Лепота. Лепота. Помните? Иван Васильевич меняет профессию. Помните этот фильм? Да. Стоит там на балконе Иван Грозный, говорит, лепота. Старинное слово. Что? Шурик, а я не в ее? Древнее русское слово. Сейчас мы к истории перейдем, но перед этим примем звонок. Петя, общайся. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Полина, мне 10 лет, я учусь в 60-й школе. Давай, Полина, жги несколько примеров сленга подросткового, молодежного. Школьный, уличный и в соцсетях. Это что такое? А, школьный, уличный тут при чем? Это виды, я так понимаю. Виды? А, виды. Не совсем виды я хотела. Я понимаю, что виды, но школьный, уличный, это тоже бывает. Я про примеры, типа, какие вы используете, например. В школьном, там, домашка. Да, хорошо, уличный. Хай. Хай? Ну, хотя, да, это тоже считается. В смысле, привет, да? Хай, да. Это и в английском. Англичанин. И еще последний. Ну, давай еще один какой-нибудь. Хоть какой-нибудь, любой, просто вспомни. В сечах там. В сечах? Ну, например, сокращение какое-нибудь. Дере. А, дере, да, все, да. У меня сегодня дере. Да, кстати, я все жду, не дождусь, когда разрешают... Кто-нибудь будет дарать? Нет, я все жду, не дождусь, когда день рождения официально признают средним родом. Потому что, по-моему, большинство из нас говорит, у меня вчера было день рождения. Тоже так. Ну, извините, я просто часто очень слышу. Хорошо, молодец. Ты помнишь призы? А давайте не будем, мы сразу Риту передадим в добрые, нежные, ласковые руки Димы Рябова. Дим, давай, бери трубку и общайся, что Рита хочет получить в качестве приз. Давайте про историю тогда поговорим русского языка. Мы уже упомянули Александра Сергеевича Пушкина. Не Рита, а Полина только была. Ой, Полина, да. Наше солнышко. Как говорили 100 лет назад, 200 лет назад, 300 лет назад, когда сформировался современный... Ну, в принципе, да, мы уже проговорили, начало XIX века. У нас, кстати, еще был сленг про как раз эти поколения. Типа у нас было поколение из поколения, из поколения в поколение. Потом одно поколение было пропущено. Древний русский, древнеславянский язык, да, вот мы уже упоминали о нем. Что это такое? Ну, древнерусский язык ведет свою историю с XI века, со времен Древней Руси, как это естественно. И был он гораздо сложнее, чем современный русский язык. Например, знают ли наши слушатели и наши соведущие, что раньше у существительных в русском языке было шесть типов склонения? Вот сейчас вы учите три, да, и вам кажется, этого много, да? А было шесть. И вот, между прочим, вопрос, связанный со словом «дитя», он как раз и уходит своими корнями в то древнее состояние языка, когда было шесть типов склонений, и слова изменялись не совсем так, как в нашем языке. То есть они модифицировались так очень забавно, как-то так вот очень сложно. Какие же, типа? Ну, с точки зрения современного человека, опять же. Просто язык, он развивается разумно. А, например, извините, вот кроме «дитяти». Кроме «дитяти»? Кроме «дитяти» еще. Вас интересуют конкретные примеры каких-то слов? Ну, я, наверное, скажу о том, что вот язык развивается разумно в том смысле, что он действует как эффективный менеджер. Вот, например, если оказывается, что для выражения каких-то смыслов достаточно одной формы, а существует несколько других, то от таких ненужных язык потихоньку избавляется. Как, например, раньше было четыре прошедших времени глагола. Тоже открытие, да? Четыре прошедших времени. Недаром у нас открывашка, да, мы сегодня свое имя, вы чего знают. В русском языке были. Это типа когда поза-позавчера, вчера и все, да? Типа, да. Это аорист, перфект, имперфект и плюс к вам перфект. А сейчас мы прощаем. Это любимый ваш английский, да, и другие иностранные языки. А сейчас, простите, сколько в русском языке прошедших? Одно прошедшее время, да. Просто прошедшее время, что он делал. Да, восходящие. Я знаю, там в немецком, вот Миша немецкий изучает, начал изучать. Там есть еще предпрошедшее время. То есть, что было до того, как случилось то-то, вот, да? У нас в французске все нормально вроде бы, хотя и тяжело, но там больше всего похоже на английский, хотя вроде бы пишется английскими буквами, а произносится вообще по-другому. Там всякие картаны, совы. У Пети Винокурова, кстати, есть вопрос, связанный с историей русского языка. Он сейчас задаст, и мы продолжим наш разговор. Петь, задавай. На основе какого алфавита был написан первославянская азбука Кирилла и Мефодия? То есть, какой алфавит был взят за основу? Первославянская азбука. Я понимаю, о чем кажется. 211.1. Ждем ваших звонков. Пожалуйста. Так, продолжаем про историю говорить языка. Ну, точно так же с течением времени изменялись и фонетические особенности, и синтекс, и лексика. То есть, это звучание. Звучание, да? Да, фонетика – это звучание. Вот, раньше многие слова… Фонетика – одна из частей лексики. Звучали иначе, да. Совершенно правильно. Звуковой состав языка. Вот, ну и знают ли наши соведущие, уважаемые, да, Софья, Петя и Миша, какая, например, связь между быком и пчелой? А, пчела пошла от слова «бычать». Молодец. Иначе «жжжать». Еще раз, поясните мне. Пчела пошла от слова «бычать» – «жжжать». «Бычать»? Да, да. «Бычать» или «букать» – вариант был такой. Да, то есть и бык издает такое гудение, и пчела гудит. Такое, да. Да, и вот видите, на основе этого сходства когда-то слова были родственными. Сейчас очень далеко разошлись, если так сказать, человек усулиться. Ты знаешь, что бык и пчела однокоренные, этимологически? Человек, конечно, очень удивится. Такое, что я вообще-то на это не подписывался, я не понимаю, о чем вы говорите. Для меня тоже, кстати, открытие, да. 211-101, напоминаю, номер нашего телефона. Какой алфавит был взят за основу кириллицы, да? Да. Я вот, кстати, вспомнила, пока говорила, у себя заметила еще один сленг, который у нас в школе часто используется. Короче говоря, вот это все, короче говоря, я вчера сделала домашку или что-нибудь такое было постоянно у нас в школе. То есть произносим и не задумываемся, да? Да, вот просто говоришь и думаешь, ну это же все знают нормальное такое слово, уже как будто бы стало литературным для людей, которые там постоянно его говорят. Это скорее не сленг, это слово-паразит. Ну да, слово-паразит, короче говоря, или блин, блинкать еще. Да, у кого что. Мне почему-то сейчас вспомнился первый русский печатник, Федоров. Какой век? Помните, какой век? Век 18-й. 16-й, да, по-моему, 16-й, да, когда, собственно, первая книжка была напечатана, да. Ждем ваших звонков, 211-1. Можете еще один вопрос попросить? Назовите нам алфавит. Нет, я думаю, мы подождем еще пока немножко. Подождем. Давайте поговорим о таком явлении, как пословице, поговорке, которым богат русский язык. Да, с удовольствием. Откуда они вообще? Почему они так вот? Ну, это же народная мудрость, да, в каком-то концентрированном, таком афористичном выражении. Простите, есть звонок, сейчас все-таки мы пообщаемся. Миша приветствую. Привет. И ответ на вопрос? Греческий. Ура! Это правильный ответ. Да, правильно, здорово, да, это греческий. Ну, там ученые и люди могут подискутировать на эту тему, но мы признали, что это греческий сегодня у нас будет. Хорошо, передаем тебе, наверное, сразу. Да, давай сразу Диме Рябову передаем тебя, а с ним ты разберешься, что, собственно, хочешь получить в качестве приза. Итак, пословица-поговорки. У вас есть какие-то любимые? У меня есть вопросы на эту тему. А, ну, давай сразу задавай. У меня тот. Вы, вот знаете, наверное, скороговорок очень довольно много. Все в детстве их когда-то говорили или хотя бы вас заставляли говорить. Почему ты сейчас про скороговорки вспомнила? Я иногда, ребят. Соня, почему ты про скороговорки вспомнила? Что, в детстве которые были или что? Ну, потому что... Просто мы про пословицы и поговорки говорим. Ну, скороговорки тоже немного относятся. Ведь тоже вот у нас, например, развлечения иногда на переменах бывает. Подойти и сказать, ну, типа, ты сможешь вот эту скороговорку быстрее меня сказать? Сиреневенький бронентранспортерчик. Вот, так что я хотела бы задать сразу вопрос про скороговорки, хотя это и немного не та тема. Вот. Какие скороговорки вам, например, говорили в детстве? Можете ли вы парочку назвать? Парочку скороговорок. Дозвоните с 211-1 и продекламируйте. Так, продолжаем, Людмила Викторовна. О пословицах? Да, о пословицах и поговорках, да. Немножко сбил у нас, но ничего. Ну, пословицы, это, как известно, выражение народной мудрости. А поскольку народ наш мудрый, то и пословиц в языке много. А может, поспорим? Может, не мудрый? Может, не мудрый у нас народ? Глупых людей полно. Ладно. И тем не менее, закрепляются, передаются из поколения в поколение какие-то выражения народной мудрости. То, что важно, то, что справедливо. Вот, например, я сегодня принесла показать тем, кто в студии. Какая объемная книга. Это собрание Владимира Ивановича Даля, того самого, который написал известный словарь, пословица русского народа. Вот, тут издание 1957 года. Посмотрите, как их много. Ровно 60 лет назад была книжка. Да, Владимир Иванович Даля ездил по стране, сколько страниц мы можем посмотреть. То есть это такое этнографическое исследование, да, еще? В какой области, как говорят, в каких ситуациях. Да, вы только посмотрите на толщину этой книги хотя бы. Почти тысяча страниц, да. Оглавление начинается на 987-й. То есть почти тысяча страниц, пословиц, поговорок, загадок. И что-то мне подсказывает, что это еще не все. Владимир Иванович не все собрал. Возможно, но он старался. Соня, давай, приветствуй. Привет. Представься. Привет. А представиться? Меня зовут Софья. Софья. Хорошо. Сколько тебе лет? Пять. Ого. Рекорд. Рекорд реально. У нас было четыре года. Да, четыре года. Хорошо. Ну, хорошо. Давай говори. Ну, скороговорки. Ехал Грека через реку. Ехал. Грека через реку. Ехал. Ехал Грека через реку. Ехал. Грека через реку. Ехал. Молодец. Ну, я понимаю. Ехал Грека через реку. Ага. Ладно, будем считать, что мы услышали. Да, потому что ребенок-то маленький. Соня, еще может быть. Еще какой-нибудь помнишь, например? Нет. Ну, все равно. Запоминай. От топа-то копыт. Пыль-попыль лютит. Или на траве дрова, на дворе дрова. На дворе трава, на траве дрова. Так. Карл у Клары. У Кралка. Каралы. Варвара в арене доваривала, ворчала и приговаривала. Мне тоже в детстве все время говорили. Соня, замечательно, что ты нам дозвонилась. Мы желаем тебе хорошего дня. Хорошего настроения. Успехов в учебе. Скоро ты пойдешь в школу. И сейчас, пожалуйста, не клади, пожалуйста, трубку. Пообщайся с нашим редактором, Димой. И выбери тот приз, который тебе больше всего нравится. Так. Закончили. Точнее, не закончили. Про пословицы и поговорки. Можешь сразу вопрос задать. То есть это такая концентрация народной мудрости. Да. Но народ, как вы заметили, не всегда хочет быть мудрым. Иногда народ любит пошутить. И в последнее время ученые изучают такое явление, как антипословица. Слышали вы про антипословицу что-нибудь? Можете сказать, что это такое? Антипословица. Ну, предположите. Исходя из логики. Которую я не буду перес... Что может быть антипословицей? Антипословица. Но пословица это... Против пословицы. Против пословицы. Может быть, это шутка какая-то? Да, совершенно верно. В правильном направлении. Это шутка. Это какой-то каламбур, составленный на базе известной пословицы. Это может быть сочетание двух пословиц в одну. Или неожиданное продолжение. Или вот, например, наша слушательница сейчас вспомнила про греку. Есть такая антипословица. Нельзя дважды в ту же реку сунуть раку руку греку. А, понятно. Понимаете, да? То есть взяли одной половинки, другой половинки. Да, ну, как-то остроумно выразить какой-то новый смысл. Может быть, не очень умный, но забавный. Но я такого не помню. А вы не можете их помнить. Они создаются по случаю. Иногда где-то, может быть, в СМИ встречаются. В качестве оговорки могут появиться. Оговорка такой. Ой, извините, ребят. Одна голова хорошо, а с мозгами лучше. Ну, есть правда ведь? Да. Зачем голова без мозгов? Бывают такие случаи. Вредный совет. Не зная брода, пусти вперед, товарища. Господи, вредный совет. Ну-ка, мы можем тут онлайн в прямом эфире выдумать антипоговорку какую-то новую? Мы обычно, когда куда-то идем, например, мы всегда идем вдвоем с друзьями. Я никого не ссылаю вперед, или меня никто никогда не ссылал вперед посмотреть. Мы просто идем туда. Вот, поработал до поту, поешь в охоту. Вон, вспомнилось. Не слышали никогда такое поговорки? Это антипословица? Нет, это, наверное, обычная пословица. Да, это обычная пословица. Просто я вспомнил, у меня в детстве была такая книжка, большая, красочная, где были собраны вот эти пословицы. Книжка большая, красочная. Большая, красочная. Между прочим, многие пословицы и поговорки созданы с упоминанием букв кириллицы нашего древнего алфавита. Да, вот, в связи с тем, у нас уже был вопрос по поводу кириллицы. Вот, может быть, тоже знают наши ребята, что такое стоять фертом. Стоять фертом. Миша? Стоять, понятно. Давайте мы сначала знаем, что такое ферд, потом... Так, то есть вы не знаете, что такое ферд, да? Ну, хорошо. Да, ребят, нет. Так раньше называлась буква Ф. Стоять буквой Ф? Да, то есть как это? Вот так, типа вот так. Руки в боки, совершенно верно, гордо, подбоченившись, стоять фертом. А может быть, вы знаете, что такое выписывать ногами мыслите? Чего? Мыслите. Мыслите. Выписывать ногами, типа танцевать. Да, мыслите, совершенно верно, это буква М. А кто может выписывать ногами мыслите? Чего? Букву М. Муха. Пьяный. О, Боже. А, они твой трезвый. Да, а это не я помола, да? Считается такое, да? Да, это совершенно известные поговорки. Просто сейчас у нас алфавит выглядит немножко иначе. В кириллице было 43 буквы, сейчас у нас 33. Какие-то буквы поменяли свои названия, поэтому вам трудно понять, что означают эти выражения. Я знаю, что у Пети есть вопрос, тоже связанный с кириллицей. Это у меня может быть. А, хорошо, задавайте нашим слушателям. Я как раз и хотела перевести, вот, знают ли наши слушатели, что означает выражение прописать ижицу? Прописать ижицу. Да, например, пусть только сунется сюда, мы ему пропишем ижицу. А, все, понятно. То есть с неким таким посылом грозным, да? Возможно, да. Мы ему пропишем ижицу. Я, кажется, понимаю, о чем, но я не буду говорить. 211-101. Да, может быть, наши слушатели догадаются или узнают. Прописать ижицу. Прописать ижицу. Да, прописать ижицу. Как любит говорить Соня, гугл вам в помощь. Да, гугл вам в помощь. Да, прописать ижицу. Звоните, как узнаете, время у нас остается еще 7 минуток до конца. Целых 7 минут. Целых 7 минут вы все успеете. И призы у нас еще есть. Отлично. Может, у вас есть вопросы нашему специалисту, филологу? Задавайте. Как-то задумались. Задумались, но потому что русский язык довольно трудная тема. А вот, кстати, я хотела спросить, а почему вам на уроках кажется, что русский язык трудный? Мне? Что там случилось? Не то, чтобы мне кажется прям трудный, просто не совсем мое. Потому что мне не нравится, например, изучать язык русский именно. Потому что не знаю почему, просто к английскому больше. Вот сейчас тоже будет возможно открытие. Наверняка будет открытие. Для меня, по крайней мере, это стало неожиданностью. Вот когда мы... А, хорошо, я продолжу. После звонка. Да, после звонка. Петя, приветствуй нашего... Привет. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста. Меня зовут Алина, я из 22-й школы. Сколько лет? Восемь. Ага. Отлично. Итак, что же такое прописать ижицу? Это наказать. Правильно? Это правильно, да. Но, может быть, Алина знает, почему так стали говорить о наказании. Даже не думаю. Я, возможно, знаю. Ну, давайте с этого момента запомним. Людмила Викторовна, помогите нам. Почему? Буква ижица похожа на латинскую букву В, да? То есть, как галочка выглядит. Не спорь со мной, братан. И следы от наказания телесного, от порки, были похожи на букву ижица. Какое суровое происхождение. Да, вот отсюда такое происхождение первоначально высечь, выпороть, ну, а потом просто наказать. У нас иногда ребята говорят, типа, бэ, и это не спорь со мной, братан. Вот так у нас бывает. Ну, что, запомнили? Запомним, да? Прописать, сижу. Алина, ты тоже запомнишь? Да. Да. Передаем тебе нашу. Да, пожалуйста, не клади трубку, общайся с Димой Рябовым. Он у нас король призов. Раздает. Сегодня. Царь призов, да. Так вот, на чем я закончил. Когда мы в предварительной встрече с Людмилой Викторовной беседовали, для меня было неожиданностью услышать то, оцени, Соня, что в школе дается не весь русский язык. Я знаю. Понятно. Я почему-то никогда об этом не задумывался. Казалось бы, закончил школу, все, ты владеешь великим и могучим. Язык-то добавляется иногда. Даже учителя ходят обучаться новой технологии. Людмила Викторовна, вы владеете всей полнотой информации. Что за рамками остается? И где это можно получить, и как это можно освоить? Дело в том, что в школе дается, прежде всего, нормативный аспект языка. То есть вы изучаете орфографию, пунктуацию, готовитесь к сдаче ЕГЭ. Это не очень увлекательно, я согласна с вами. Это важно, чтобы грамотно говорить, писать, понимать друг друга. Но русский язык, и как любой язык, отражает то, как мы мыслим, отражает картину мира. И если мы будем обращаться к истории слов, выражений, будем задумываться, почему и откуда они к нам приходят, и что вообще означают, русский язык заиграет для вас новыми красками. Надо просто выходить за страницы школьного учебника. Задания будут сейчас нашим ребятам, ведущим? Не надо. Ну, мы сейчас, видимо, подошли к теме Олимпиад, видимо, да? Ну, например. Вы помогаете ребятам, да, готовят к Олимпиадам. В числе того, чем я занимаюсь, это уже несколько лет и подготовка к региональному всероссийским Олимпиадам по русскому языку. И там больше, чем школьная программа, да, требуется? Да, да, для того, чтобы... Кстати, кто-нибудь из вас участвовал в Олимпиадах по русскому языку? Я. Нас заставляют. У нас без вариантов все идёте на Олимпиаду, ничего не знаем, вам это поможет. Это школьный уровень? Это, конечно, поможет. Школьный уровень, да? Олимпиады по школе? Ну, не совсем. Если ты попал, например, в школьный, потом в городской, потом уже в всероссийский, то есть там поэтапно бывает. Человек, который способен победить на Олимпиаде, обладает особым мышлением, его так и называют олимпиадное мышление. Это человек, который способен выйти за границы своих знаний и с помощью какой-то догадки найти ответ на вопрос. Вы не знаете, но вы знаете какую-то основу, какие-то аналогии, и вы соображаете, что происходит. Для тех, кто хотел бы научиться такому мышлению, я посоветую книги. Например, вот у меня есть книга московского учёного Ирины Борисовны Левантиной «О чём речь?». Она представляет собой коротенький эссе о русском языке, о старых и новых словах. Коротенький эссе о том, как их употреблять. В том числе Ирина Борисовна пишет и о том, какого типа задания бывают на Олимпиадах, и что многих они возмущают. Но возмущаться не надо, возмущает потому, что откуда мы это знаем? На Олимпиадах не надо знать, на Олимпиаде надо догадываться. А давайте сейчас попробуем догадаться. Давайте предложим нашим ребятам. Вы можете сейчас какое-то... Какое-нибудь Олимпиадное задание. Да, Олимпиадное задание. У нас остаётся буквально пара минут, полторы минутки. Давайте попытаемся. Ну, давайте я что попроще из Олимпиадных. Для примера, да. Такое для разминки. Так, внимание. Известно, что местоимения «все» и «никто» являются антонимами, по сути. Да. А можете ли вы придумать контекст, когда они являются синонимичными? Ещё раз повторюсь. «Все» и «никто». «Все» и «никто». Контекст, то есть предложение? Как-то называется это сопоставление несопоставляемого в литературе. «Все» и «никто». «Констекст». Когда «все» и «никто» являются синонимами. «Все» для меня «никто» в этой жизни. Я осуществляю как «никто». Ничего. Так, ну. 211-101. Наш номер телефона работает. Если вы сейчас сообразите, то мы вам приз ещё вручим. «Все» и «никто». Ну, размышляем. «Все» и «никто». Всё равно, не знаю, жизнь больше. Для меня сейчас сложно сообразить. Надо посидеть, подумать. В тишине. «Я счастливый как никто». Нет. «Все» и «никто». «Все» и «никто» и «никто» вы будете употреблять в каком-то отрицательном предложении. Например, «все» пришли, «никто» не пришёл. Это антонимы. А если «все» не сделали домашнее задание и «никто» не сделал домашнее задание, это уже синонимы. У нас такого в школе не было. Конечно, в школе вам про всё не расскажут. Оказывается, не всё-таки сложно. Да, но ведь эти вещи гораздо интереснее бывают. А ещё какое-нибудь попроще. У нас времени, к сожалению, больше нет. Если интересно, мы с вами продолжим за пределами эфира. Да, да. К сожалению, время у нас заканчивается. Хорошо. Ну что, детяти? Детяти, доброе утро. Ещё раз всем. Давайте всем детятям доброе утро ещё раз пожелаем. И взрослым тоже людям. На этом завершается программа «Открывашка». На самом деле, мы задели сегодня, затронули только малую часть нашего великого, могучего русского языка. Обязательно ещё устроим «Открывашку» по этой теме. Благодарим нашу гостю, Людмила Калинина, филолог, доктор филологических наук, профессор, ведущий сегодняшней «Открывашки» Софья Занько, Петя Винокуров, Миша Голиков и я, Владимир Сметанин. Всего доброго. До свидания. Удачи. Удачи. До свидания. Детская познавательная программа «Открывашка».